СПЕЦВЫПУСК Так представитель солидарности Михаил Шнайдер объяснил К2К правила, действующие в России по согласованию митингов. Я категорически против мифа о том, что какие-то акции бывают разрешенные, какие-то неразрешенные. Нет в России разрешенных акций. В России действует уведомительный порядок проведения массовых мероприятий. Солидарность подала уведомление в мэрию, и мэрия с этим согласилась. Нам никто не разрешал, и нам не нужно ничьё разрешение. Мы в своей стране имеем право проводить те акции, которые считаем нужными. Единственное, что мэрия могла бы нам предложить другое место или другое время. Но в данном случае она согласилась и с этим местом, и с этим временем. Плакаты в Москве милиции нет, Нургалиева в отставку, ментов-садистов к ответу дополняли выставку с фотографиями произвола ОМОНовцев. Они дубинками били протестующих в защиту 31-й статей к институции. Почти все 300 человек, присутствующие на акции солидарности, оставили свои подписи под заявлением генпрокурору о привлечении к уголовной ответственности правительству Москвы и руководителю ГУВД, которые 31 мая отдавали приказы задерживать митингующих. Выступающие требовали также освобождения Сергея Мохнаткина, задержанного на Триумфальной в конце прошлого года. 31 декабря, случайно, отправляясь праздновать Новый год, проходил здесь по Триумфальной площади и вступился за пожилую женщину, которой сбивали милиционера и волокли. За это он получил 2,5 года лишения свободы. Это не условный приговор, это те годы, которые он проведет за решеткой. Сегодня мы пришли, чтобы выразить свою солидарность с теми, кто приходил в 31-го, кто пострадал. Мы с ними. То, что было, было нехорошо. Да я не в курсе вообще-то, я даже не знаю, кто там выступает. В 31-м плохое отношение, естественно. В общем, я очень рада, что наконец разрешили митинг оппозиции. Власти Москвы сейчас будут всеми возможными способами санкционировать все мероприятия на Триумфальной площади, тем самым попытаться размыть традицию выходить 31-го числа на Триумфальную. Соответственно, будет предъявлена обществу такая обстановка в Москве, что митинги здесь санкционируют, пикеты санкционируют, соответственно, стратегия 31 не нужна. Но это всего лишь попытка сгладить конфликт между властями и оппозицией. Между тем, оппозиция не в первый раз замечена в том, что сама не дает слова представителям отдельных организаций. Наша оппозиция является такой же царской охранкой, поскольку она бледет свои права, не допускает никого до высказываний публичных. 16 июня милиция не разгоняла митингующих. Этого никто и не ожидал. Силовики стояли отдельными группами, даже не участвуя в инциденте, произошедшем в начале митинга. Во время выступления в толпу митингующих вошли представители Прокремлевского движения «Наши» с плакатами, компрометирующими оппозиционеров. Так, вот плакаты у них отрывают, отнимают, отнимают плакаты. Аккуратно, у девушек отнимаем плакаты, девушек не повреждаем. Нашисты заявили о проведении одиночных пикетов и выставки «Кому вершки, кому корешки» на той же Триумфальной площади, в то же время, что и «Солидарность». Людей с плакатами вытесняли митингующие. Ожидали провокаций, ожидали, что эти придурки что-то типа этого сделают, но, значит, они не понимают, что они только нам делают лишнюю рекламу. У нас нет ресурсов финансовых для того, чтобы покупать время на телевидение, время на радио. То есть количество упоминаний «Солидарности» нашего митинга увеличится там в два-три раза в прессе. Кстати, об упоминаниях в прессе. Во время потасовки, присутствующей на акции, Виктор Шендерович не применил даже уличить один из основных федеральных каналов. «Мы наблюдали такую совместную акцию вот этих вот подонков провокаторов и государственного канала ВГТРК. Просто очень важно, чтобы мы понимали, что происходит и в чем мы участвуем». Митинговать 31 числа каждого месяца, где оно есть, в ознаменовании, аналогичной по номеру статьи Конституции России, гарантирующей свободу собраний, красивая стратегия. Но у любого правила есть исключения. Выход на Триумфальную площадь Москвы 16 июня под проливным дождем у тысячи горожан, кучки провокаторов из наших и телекамер с ВГТРК, конечно, человеческий подвиг. Но не может не родить шутку про аванс и получку. Пустив людей на место их разгона 31 мая, мэрия столицы от имени власти выдала якобы щедрый аванс. Но забыла по дороге заглянуть в статью 16 основного закона РФ, а в ней черным по белому записано. Цитирую. «Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены. А также никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации». Проще говоря, кто и поднимет руку переписать закон, не вправе покушаться на права и свободу человека и гражданина, дарованной стране 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Еще до дня получки запретители сами себя высекли. Жаль только, что 31 июля, в следующей очереди в кассу за жалованием, ждать придется полтора месяца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok